Всем привет! Доброе утро! Доброе утро! Так, завтрак отсобираемся. Тосты у нас тут. Вкусные? Ты что делаешь? Она высохнет, потом можно снять. Не знаю. Вот это вот высохнет. Нет, еще надолго бы цепляет. Он еще пока не чувствует, что там что-то на столе. Ну-ка, тут написано, откуда клубничка. Это Испания. Да, Испания. Это не наша, не местная. Испанская клубничка. Вау, какая клубничка. Вот такая вот испанская клубничка. Ух ты! Это в школе задание ей давали. Только нужно вот эти хвостики длинные подрезать, чтобы он был ровненький. Красивый. Такой разноцветный у тебя получился. Тебе не жарко? Нет. Майка, кофта. У нас сегодня что-то жарко дома. Нет. Отопление вроде как отключили мы уже. Да, у нас уже отопление отключено, но почему-то... Дома очень жарко. Душно. Хлебушек готов. Нет у меня больше рук. Горяченький хлебушек. Пожалуйста. Пожалуйста. Тарелочки. Хорошо. Сахар. Садимся завтракать. Выключай телевизор. Громко сильно кричит. Давай, убирай. Потом включишь. Бабулю зови. Каролина, зови бабулю. Розочки уже выкидывать надо. Все уже. Нет розочек. Завяли. Ну что, на бумаге тоже можно? Я вот не пойму, это же клей или нет? Да, это клей. Это клей. У него можно сделать слайм. Вот эти вот. Ксюша вчера сделала. Она вчера добавила. Кстати, где твой слайм, который ты сделала вчера? Она вчера сделала слайм и добавила вот такой вот. Ой, простите, я задела чуть-чуть. Ничего. Пардонте. Вот тут немножко садим. Дайте мне одну клубничку, пожалуйста. Спасибо. Это с прозрачного. Потом Ксюша добавила. Руки мыть. Вот она сделала из прозрачного клея и добавила зацветной. Получил все вот такой вот. Бирюзовый. Только одну, да. Да. Одного цвета. Нет, она сделала сначала слайм. Потом туда налила вот этот цвет и все. Есть вкус когники, но не такой, не сильный. Мы сегодня хотим покосить вот здесь вот траву, потому что она уже очень высокая. иначе испортится потом. Сгниет там внизу. Это кто тут торчит? Селепота. Ему нравится здесь лежать. И у нас планы на сегодня. Планы, планы. Что мы будем делать сегодня? А? У-у-у. Мы сейчас поедем в магазин за продуктами. Сначала заедем в одно место по делам. Нужно просто забрать наших знакомых. И потом поедем уже в магазин. Дети остаются. По-моему, только Макс с нами поедет. Куда тащим? Обязательно. Они у тебя такие, не знаю, как солома сухие. Ксюша за нами тоже убязалась. Тебе уже панамки пора носить. Где твои панамки? Доставай панамки уже. Спасибо. Спасибо, но нет. На этот раз мы взяли монетку. Потому что в прошлый раз мы ее забыли. И не могли взять тележку. У нас на следующей неделе вот такая вот погода. 15 до 17 градусов тепла. И солнышко. Вон все машины моют. После песочка. Прям переполненные автомойки. Тут разные орешки сразу. Микс такой. Мы взяли пиво. Жареную картошечку. Да, сухарики. Такую тоже в школу можно, да? А какое больше вам понравилось? Вот это. Вот это, да? Это как пицца. А это нет. А та острая у нас с чесноком. Потом вонять будете ходить. Пойдем за йогуртом. Вот здесь вот йогурт надо взять. Да. Бабули. На, держи. Сегодня так много народу в магазине. Да. Все. Мы закупились. Прям полный магазин был. Неудобно ходить даже. А так вечером приедешь, вечером там уже продуктов не будет. Поэтому не знаешь, когда ехать лучше. Будешь? Но в субботу лучше не ехать. Ты кушаешь шоколадное мороженое и запиваешь шоколадным соком? Сейчас мы заправимся. Почем там бензин? 14 литров 30 франков. Это же немного. Здесь стоит дизель 2,14. А у нас там 2,21. Мыть машину? Да. Нет, сейчас мы не будем мыть машину. Мы со мной с сумкой в лифт. А папа с двумя огромными сумками пешком пошел. Эй. Сейчас. Я тут буду прыгать. Не надо прыгать. Я думал, что этот лифт вот столько выдержит. Угу. 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 Все. Притопали. Так, давайте. Это одно сделаем. Сумки разгребаем. Делай, делай. Макс. Идиота. Маргарита, ты на спагат умеешь садиться? Нет. Мороженое с шетелла. Это папа взял. И фисташка. Фисташка вот эти. Угу. С картошкой. Нравильно. Макси нельзя. Нельзя бить девочек. Ора. Я тебе даже не так. Вообще никак. Нужно цветочки девочкам дарить. И конфетки. Понял? Но не бить нельзя. Мама, Филипп. Здравствуйте. Филипп Филиппыч. Филипп Филипп. Как поживаете? Все хорошо? Все. Хорошо. Хорошо. Разгребаем сумочки. Ой, смотри, помялось. Батончики помялись. Молочные. Сэндвичи. Молочный сэндвич. С медом. Так, взяла я слоеное тесто. Три упаковки. Три упаковки. А теперь перевод для подписчиков. Давай на русском теперь. Что ты сказала? Нарезать надо клубнику очень мелко. Потом фолрам или халпрам. Сливки? Да. В клубнику? Угу. И все? И перемешать? И сахар. Потом надо перемешать и подожать. А я не могу сливки так просто пить. Мне кажется, они очень жирные. Так, я опять взяла мини-пиццу в школу, в садик. Мука, сахар, все крупы на месте, но молока сегодня не было. Что? Молока не было, еле как молоко нашло. Там было? Где? Да, но это не то, другое молоко. Вот это вот. Которое не в холодильнике. Что такое? А кто не закрыл молоко? Ксения! Вот такое там было. Ксюша. Что я? То, что все в школу. Это фолрам. Это сливки. Печнюшки. Яйца мы сюда берем. 30 штук. Для упаковки по 15. Перчик я взяла. Красненький. Так. Клубничку две. Два ящичка. Так. Грибы. Не знаю еще, что буду делать, но что-то буду делать. Мини-пицца. Слоеное тесто. Молочко. Колбаски. Там овощи, фрукты. Картошка, моркошка. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. А вот морковка. Тут мяско. Курочки. Чтобы готовить ужин. И сегодня у нас будет суп с морепродуктами. Это креветки. И красный рецепт. Да? Кстати, хотела сказать насчет моего последнего поста в сообществе в Ютубе. Вчера я написала, что мы открыли канал в Яндекс Дзен. Почему мы это сделали? Потому что говорят, что отключат Ютуб в России. У нас не отключат. Мы не в России. Открыли мы именно для того, чтобы смотрели именно с России наши видео. Мы будем выкладывать влоги на Ютубе и копировать их в Яндекс Дзен. Поэтому видео будут и здесь, и в Яндексе. Это не значит, что мы все с Ютуба уходим. Будем только в Яндексе выкладывать. Нет, ребят. Мы будем туда выкладывать копию. Как я уже говорила, у нас в России смотрят больше половины. Поэтому нам, конечно, не хотелось бы, чтобы они нас теряли. Видео будут выходить туда. Потихонечку я их буду туда сейчас загружать. Хочу тоже старые видео туда загрузить, не только новые. Пока что там только одно видео. И ссылку я оставлю в описании под видео, либо в комментариях закреплю. Поэтому подписывайтесь, чтобы потом нас не потерять. Вдруг такое будет. Еще неизвестно, но вроде как пишут везде, что точно так же, как и Инстаграм отключат, так же отключат и Ютуб. На какое время, я не знаю. Но не хочется, чтобы вы нас потеряли. И так вы будете смотреть наши влоги. А с Ютуба мы не уходим. Не путайте. Уже многие подумали, что все, мы с Ютуба уходим и на другую платформу. Нет, ребят. Я просто туда буду дублировать. Сейчас многие так делают. Вот это вот наш канал. Вот он. Яндекс.дзен. Вот так же называется МК Family Vlogs. Только почему-то в поисковике многие не могут найти. Но я лучше скину вам ссылку. Вот одно видео я загрузила. Вот наш последний влог. 3000 просмотров. Тут комментарии тоже можно оставлять. 1500 подписчиков. Вот тут вот. Я уже сюда закинула картошку и морковку. Перчик немножко повалился, я его вытащила. И томатную пасту добавила. Все, сейчас картошка немножко сварится. До полуготовности. Буду добавлять креветки с рыбой. Наверное, вот такими небольшими кусочками. Сама рыбка очень быстро варится. Поэтому, я думаю, минут 7-8 будет готова. Что ты там рисуешь? Я тут зуб попробую. С глазки? Ну рисуй, как умеешь, Каролина. Ты же учишься. Рисуй, как умеешь. Был вопрос под последним нашим блогом. На который я хочу ответить. Спрашивали, сколько мы тратим в месяц на нашу семью. Из 7 человек. Так. Кто еще не знает, мы живем в Швейцарии. Вот. У нас здесь франки. Там в рублях напишу. А там кто, может быть, переведет на свою валюту. Смотрите. Я стала записывать все наши затраты. Мне самой очень интересно стало, сколько мы тратим. Раньше никогда этого не делала. На испанском языке у меня написано. Основные счета. 4725. Это мы платим стабильно каждый месяц без изменения. Это аренда. Это страховка. Это лизинг на машину. И банковские карты. Вот. Это у нас продукты. И 1300 в прошлом месяце мы потратили на продукты. Так. На бензин 250. Заланду. Это одежду заказываю. 134. Так. Это у нас лекарства были. 51 франк. Нефиксированные затраты. Тут у нас был день рождения, торт, подарки. Два раза в горы ездили. Вот сколько мы заплатили. Училось 1110 франков. Это только нефиксированные расходы. В прошлом месяце мы очень много потратили. У нас был день рождения. А. Это у нас январь-февраль. С 24 по 24 январь-февраль. Вот. И в этом месяце общая сумма. Сейчас скажу какая общая. Вот общая сумма. 7570 франков. От 6 до 8 тысяч в месяц мы тратим. Это уже в зависимости как у нас там праздники, не праздники. Это очень дорого на всю семью. В этом месяце у нас 24 февраля по 24 марта. Пока еще месяц не закончился. Но я уже сюда записала. Вот фиксированные у нас фиксированные счета. 950 франков. В этом месяце мы меньше потратили на еду. 950 франков. А в прошлом месяце 1300 франков. На 350 франков меньше. Это ощутимая такая сумма. Знаете. Так. Бензин еще не до конца. Пока только 90 франков. Так. Это я в последний раз одежду заказывала. Но я уже все закрыла. Тоже я последнее оплатила. Так. Лекарства мы пока не покупали никакие. И не фиксированные затраты. Это мы в магазин ездили тоже. В этом месяце у нас намного меньше. Видите. То есть у нас нет ни праздников. Ничего. Особо таких затратов нет. Нет. Основные затраты. Это у нас аренда. Страховка. Кредит на машину. И банковские карты. Дорого очень жить в Швейцарии. Супчик такой вот получился. А почему ты не любишь креветки? Вообще не ешь что ли? Ни маленькие, ни большие? Нет? Ну. Вот она наша бабушка. Все хорошо. Она у нас. Просто она в комнате сидит. Она выходит покушать. Потом немножко походить. И все. И в комнату идет. Смотрит свои там сериалы. Вяжет, сидит. Маргоша хочет померить туфли с платьем. Посмотреть какие ей подойдут больше. То есть не могут так сидеть? Высокие. Неудобно на высоком кабуке. Она не умеет ходить. Как пингвин хожу. Ха-ха-ха. 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 Если пониже каблуки, то вообще-то это на полу будет платье. Ну иди, пройдись. Пингвин. Ха-ха. Ну вот уже лучше. В этих и в этих проще ходить, чем в закрытых. Да? Ну уже получше. Тебе нужно каждый день ходить. Вон там по залу. Туда-сюда, туда-сюда. Как бабушка ебут. Ну и что? Филирин. Да. Смотри сама. Смотри сама. У нас еще время есть. Походи, попробуй. Ну это самый высокий, да? Угу. Теперь все остальные пониже каблуки. Раскрасила все? Ну-ка. Так, молодец. Теперь называй комнаты. Нет. Вот где в это, коридор как называется? Вход. А где мы кушаем? Как называется? Как это? Ха-ха-ха. Учится в школе? Сама говорит, не знаю. Да. Вы знаете? Эс. Каролина, вы чего? Я знаю. Я не учу немецкий, я знаю. И что это? Эс-тимир. Эс-тимир. О, я не знаю. Вон-тимир. 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 Это как? Где одежду стирают? Ваш кухе. Ваш кухе. Ваш кухе. А где готовлю я кушать? Кухе. Молодец. Это ты знаешь, да? Ваш кухе, а не с кучей на руках. Да. Кучей на руках. А кухня просто кухе. Кухе как в ваш кухе. Ваш кухе. Артуре. А где мы моемся? В туалет, зубки чистишь? В туалете. В туалете? Ст wamME. Что такое? Да. А где ты спишь, как называется? Тимир. Да. Шлаф. � Baldwin. Шлаф Тимир. Да. решился. Нужно колеса подкачать. Вот так вот. Утром вообще-то холодно еще. Плюс 2 градуса утром. Попробует поехать. Филька гулять хочет. Другой насос нужно найти. А, да, вот этот. Вот этот не подходит. Я же помню, что он там был на улице. Мы сегодня поехали погулять. Вообще-то мы были в гостях у Ули, у сестры. Потом поехали с ними погулять часик к озеру. Так меня там расслабило, так было хорошо, тепло, что я забыла даже поснимать влог. Вообще забыла, что я его сегодня снимаю. Поехали в гости. Думала, вечером буду снимать, когда домой вернемся. Вот так что я там сторисы сняла в инстаграм только, и все. Как-то, знаете, сидела на скамеечке. Было хорошо, тихо, тепло, солнышко пригрело. Дети там играли на площадке на детской. Я даже и не вспомнила, что у меня телефон. У меня камеры с собой не было. Был только телефон. И я даже, знаете, у меня мысли не было, что нужно блог снимать. Ну, бывает такое. Конец недели. Неделя закончилась. Опять понедельник. В апреле у девчонок там будут каникулы весенние две недели. И потом они уже будут учиться до июля. А мы вот тут спим с папой на диване. Что спрашивал? Пока так. Я тут подготовила наши курточки зимние. Убрать уже нужно в подвал. Потому что у нас уже тепло. Они только место занимают. Тут вот бабушкина моя куртка. А я и папина. Вот это все я завтра буду убирать. Заниматься этим делом. Сегодня я буду заканчивать, ребята. Мы будем собираться спать. Так что увидимся в следующем влоге. Всем пока.